Всем привет! Вы на канале политический новостник. Приятного просмотра. Это победа. Азербайджан перерезал главную дорогу в Карабах. Армения бросила технику и отступила. Перед началом поддержите нас лайком и подпиской на канал. Будем очень благодарны. Ну а мы к теме выпуска. Сегодня Армения сообщила о проникновении ДРГ противника на ключевую дорогу Шуша-Бедзар. Главная транспортная артерия с Карабахом, вероятно, уже перерезана. Армения осталась без главной транспортной артерии с Нагорным Карабахом. Азербайджан подошел вплотную и, вероятно, взял под свой огневой контроль дорогу Шуша-Бедзар. Об активности Азербайджана на этом участке вечером 4 ноября написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своем аккаунте в Facebook. По ее данным, диверсионные группы противника уже проникли на некоторые участки ключевой трассы. Позже она отчиталась об уничтожении вражеской ДРГ в результате спецоперации «Гербагер». Несмотря на это, положение Армении плачевное. Такое мнение, среди прочих, высказал бывший главарь боевиков Донбасса, офицер ФСБ запаса Игорь Стрелков. Информацию о появлении азербайджанцев на ключевом участке он посчитал доказательством, что Армения теряет данное направление. Войска перерезали дорогу Лачин-Шуша. «Удастся ли армянам ее разблокировать или нет? Определенно сказать, конечно же, не возьмусь, хотя сам склоняюсь к отрицательному ответу», — написал Стрелков. Ранее сообщалось, что Стрелков сообщил о взятии азербайджанам ключевого узла в Карабахе. Перерезана главная коммуникация Армении. Появилась пока неподтвержденная информация, что войска азербайджана вслед за городом Шушей взяли под свой контроль село Дашатлы. Это ключевой узел. С прогнозом по войне в Карабахе в российской соцсети выступил бывший главарь боевиков Донбасса, офицер запаса ФСБ РФ Игорь Стрелков. С его слов, «Если слухи о взятии Дашатлы соответствуют действительности, то дела Армении очень плохи. Этот участок дает полный огневой контроль над дорогой Лачин, Шуша. Главная коммуникация армянских сил в районе Степанакерта и восточнее, таким образом перерезана», — написал Стрелков. «Если армянам не удастся быстро вернуть себе село, то это приведет к оперативному окружению их сил на востоке Лачина». Стрелков отметил, что у армянских войск есть возможность отбить стратегическую точку, так как у Азербайджана имеются серьезные проблемы со снабжением своих сил вооружением в данном районе. Однако нет сомнений, что Баку в регионе будет активно использовать свое главное преимущество для нанесения ударов по противнику — боевые дроны, то есть бой будет очень тяжелым. Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила сегодня, 5 ноября, об увеличении до 92 числа погибших среди гражданского населения с азербайджанской стороны с начала вооруженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В результате обстрелов армянской стороной с 27 сентября по сегодняшний день погибли 92 гражданских лица, еще 404 человека получили ранения, говорится в сообщении правоохранительного ведомства. В Генпрокуратуре республики также указали, что в результате обстрелов ущерб нанесен 100 многоквартирным зданиям, 2 971 частному дому, а также 502 другим гражданским объектам. О своих потерях среди гражданского населения и нанесенном материальном ущербе сообщают и власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики. По данным на утро четверга жертвами обстрелов со стороны военной силы Азербайджана, в том числе и с применением реактивных систем залпового огня СМЕРЧ, стали 46 мирных жителей, ранения различной тяжести получили 144 человека. Повреждены или полностью разрушены более 13,8 тысячи частных объектов недвижимости, в основном дома и квартиры, более 3,1 тысячи объектов инфраструктуры, зданий общественного и производственного значения, включая электростанции, электросети, объекты сферы связи, газо и водоснабжения, трубопроводы, мосты. Также среди поврежденных зданий в НКР, детсады, школы, дома культуры, больницы, церковь. Министерство иностранных дел Азербайджана распространило сегодня, 5 ноября, заявление, в котором высоко оценило слова верховного руководителя Ирана Айталы Сеида Али Хаминеи по поводу Карабахского конфликта, передает Иранское новостное агентство МЭР. «Мы высоко ценим усилия дружественного иранского государства по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, в том числе визит в регион специального посланника президента Исламской республики Иран, заместителя министра иностранных дел Аббаса Аракчи и его инициативу в связи со скорейшим урегулированием конфликта. Верим, что связи, построенные на исторических корнях между нашими странами, будут успешно развиваться и впредь, и будут служить обеспечению мира, стабильности и процветания в регионе», отмечается в заявлении Азербайджанского внешнеполитического ведомства. Выступая в минувший вторник в прямом эфире государственного телевидения, Айтала Хаминеи затронул несколько региональных вопросов, в том числе вооруженный конфликт между соседними Ирану Азербайджаном и Арменией, призвав обе республики незамедлительно остановить войну. Хаминеи подчеркнул, что Азербайджан имеет право освободить свои оккупированные территории. Он также указал, что необходимо обеспечить безопасность проживающих в Нагорном Карабахе армян. Вместе с тем духовный лидер Ирана упомянул сообщение о присутствии террористов в зоне Карабахского конфликта, которые воюют на стороне Азербайджана. Айтала Хаминеи предупредил, что если активность таких террористических групп продолжится вблизи иранских границ, Тегеран даст на это решительный ответ. Иран разместил в октябре танки и другую бронетехнику в северо-западном регионе страны для защиты своей границы с Азербайджаном и Арменией от продолжающегося военного конфликта в Нагорном Карабахе. Тегеран также провел масштабные учения сил противовоздушной обороны страны, включая подразделения корпуса Стражей Исламской революции. На прошлой неделе спецпосланник президента Ирана по урегулированию в Нагорном Карабахе Аббаса Аракчи посетил Азербайджан, Россию, Армению и Турцию, где представил план Тегерана по прекращению боевых действий в Карабахе и запуску процесса политического урегулирования конфликта. Армения предложила Европейскому Союзу заморозить программу «Восточное партнерство» в отношении Азербайджана. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщил в Национальном собрании республики заместитель министра иностранных дел Авет Адонс, отвечая на вопросы депутатов. «Не могу сказать, что какая-то договоренность об этом уже была достигнута, но вопрос оживленно обсуждается», — сказал замглавы МИД Армении. При этом высокопоставленный дипломат призвал армянских законодателей активно поднимать данный вопрос на площадках парламентской дипломатии. Как отмечают в четверг СМИ Армении, на официальном сайте Евросоюза, в обзоре программы «Восточное партнерство» по части Азербайджана, говорится об успешном сотрудничестве с этой закавказской страной в сфере энергетики, но указывается и на необходимость значительной работы в области демократии и основополагающих свобод человека. Напомним, запущенное в 2009 году «Восточное партнерство» является проектом ЕС, нацеленным на развитие интеграционных связей с шестью бывшими советскими республиками — Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Программа рассматривается как региональное измерение европейской политики соседства, которая была инициирована Брюсселем в отношении своих новых соседей после очередного расширения ЕС в 2004 году. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы всегда быть в курсе свежих и интересных новостей. До встречи!